Октябрь 17-го, сто лет назад под руководством большевиков, свершилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Правда, сегодня это называют государственным переворотом. В Музее изобразительных искусств имени Машкова открылась тематическая выставка «Век Октября». На экспозиции представлено около ста подлинных произведений выдающихся советских художников и скульпторов, которые были непосредственными свидетелями революционных событий. В целом экспозицию можно назвать живописной версией истории Октябрьского переворота. Все подробности у Татьяны Крючковой. В процессе и по итогам посещения экспозиции представление о тех событиях несколько меняется. Сто лет, видимо, тот достаточный срок, чтобы оценить в полной мере произошедшую с нашим народом и Отечеством историю. Так художественные произведения делают нас участниками событий. Сегодня монументальные произведения, вдохновители революции и обнаженные чувства простых людей на картинах вызывают разные чувства. Страх в том числе. Как безграмотные и полураздетые, надорванные войной, эти обычные люди создали новое государство. Говорит этой выставки темный и драматичный, как драматичное событие. Как бы мы ни говорили, что художники хотели посетить власти, но, в общем-то, конечно, вот эта сложность и трагичность разломов, она ощущалась, несмотря на то, что, в общем-то, все эти вещи проходились через худсоветы, как будто сейчас, мне кажется, было принято лакировать действительность и создавать вот этот фальшивый канон. Но на самом-то деле, понимаете, искусство, оно как очень точный такой индикатор состояния духа говорит о том, как относились к этой теме. Выставка «Век октября» представляет большой интерес для тех, кто интересуется историей. Как известно, сегодня принято вводить в круг профессиональных исследований произведения искусства, как источник фактов и достоверных знаний, особенно если авторы работ являются свидетелями событий эпохи. Экспонаты выставки имеют свою историческую ценность в нескольких измерениях. Например, скульптура «Шадра-сеятель» была изображением на денежных купюрах 1922 года. Произведения исторического масштаба, которые многие помнят из советских учебников по истории, соседствуют с полотнами, на которых прочитывается трагическая суть Великого Октября и Гражданской войны, когда человек стал полем для чудовищного эксперимента. Никакой личной жизни, только общественная. Никаких вековых традиций, только светлое будущее. Например, смотрите, это 1933 год, это Георгий Низский. В 1933 году возможно написать вот так Гражданскую войну абсолютно без просвета, и ужас, и холод, и смерть. Да, вот это насколько честная, насколько откровенная, без всякой фальши. В принципе, чудовищная работа. Вот они шагнули в смерть, вот эти люди. Это потрясающее поощущение вещь. Да, самоуничтожение общества. Здесь же уголок царицинской истории. Имена, на произведениях которого современному молодому поколению горожан, знакомы как-то по нимы. Иван Тулак, организатор обороны Царицына. Яков Ерман, первый председатель городской думы после революции. На портретах изображены довольно зрелые люди. Но, как и многим большевикам, им едва удалось дожить до 25 лет. Еще более монументально выглядит экспозиция Ленинианы. Здесь же есть работа Евгения Вучитича, которая впоследствии вошла в книгу рекордов Гиннесса, как самое большое скульптурное изображение реально жившего человека. Скульптура Ленина, которая и до сих пор находится на Волгодонском канале. Как бы ни относились к исторической роли Владимира Ленина в судьбе нашей страны, в монументалистике и живописи он, безусловно, оставил положительный след. Здесь соединилось художественное творчество с революционным мировоззрением. Где-то показана его мощная фигура. А где пластичный живой человек. Кто-то увидит здесь тот самый иконостас, обогащенный мифами и легендами поэтов. А кто-то – истинных певцов революции. Об этом выставка. До 12 декабря она открыта для посещения и переосмысления века октября. Татьяна Крючкова, Андрей Матюшков, Вести 34.